Установы додатковой адукации при немыне все лето знову не будут зачиняться на каникулы. Подобная инициатива была опробована еще лета, сей, как стверждают специалисты, оправдала себе. Секции, гуртки и клубы по интересах будут працовать тягом усяго лета. Об готовности открыть так званую пятую чверть объявили так самые школы региона. Таким чином, клопотиться об тем, чем занять школьника летом, батькам не довядеться. Параллельно в установах адукации разом с опошним звонком распочинаются активные работы по подрыхтовке школ до нового навучального года. Усе актуальные над один момент пытания обмерковали у дельники коллегии управления адукацией. Протяг темы у виды о сюжете. Опошний звонок прозвенит усяго про з некольки ден, однако школы на ремонт не закрываются. Подрыхтовка до нового навучального года будет вестися параллельно с выховавшим процессом. Организованный отпочинок обязать бадать, что кожному школьнику. Было бы жадание наведывать шматлики, гуртки и секции. А так само примать удел у спортивных и забавляльных мероприемствах. Задача стоит, чтобы школьники без дела не болтались. Чтобы они были заняты полезным и интересным делом. Ну а это чья задача? Задача, естественно, того, кто умеет качественно и профессионально это делать. Это учебное заведение. Уже в прошлом году система доп. образования была переориентирована на работу летом, без отпусков. Эта практика будет иметь и в этом году продолжение. На даденый момент у додатковой системе адукации занята прикладно полова от усих школьников региона. За лето процент заденеченных у секциях и гуртках может возрасти. Педагоги додатковой адукации готовы открывать новые таленты и просто допомогать бавить час корыстно с теми вучнями, что на каникулы застанутся у городе. Разноплановую программу, распроцованную суместно с детячими и молодевыми организациями в области, пропонуют так само и у школах. У нас достаточно активно будут работать и школы, и учреждения дополнительного образования. На базе их предусмотрено проведение спортивно-массовых мероприятий, консультационные пункты будут работать и для родителей. Поэтому в летний период у нас будет организована так называемая пятая четверть, которая тоже будет не менее насыщена, чем учебный год. Тем часам тягом наиближайших летних месяцев колькасть установ адукации у регионе повеличится. На приконце червеня плануется сдать у эксплуатацию детячий садок у Островцы. Летом же отшинить свои дверы для маленьких наведывальников еще одна дошкольная установа у Гродня. Протягивается бадауництво в области так само и детячих домов семейного типа. В этом году в Ленинском районе будет построен детский дом семейного типа. Есть такая умная идея исполнительного комитета города Гродно создать что-то по типу детской деревни, там непосредственно с домами, которые уже введены в эксплуатацию в Ленинском районе. Таким чином клопотов у тымлику и приемных у представников от эдукации Гродненщины наиближайшим часом будет шмат. А вот батькам не ма причин для хвалявания. Организацию вольного часа школьников по час самых протяглых каникул специалисты берут на себе. Головная идея с уместными намаганьями накеровать энергию детей, як молодшого, так и старейшего школьного узросту, у правильной рычыщи. До новых встреч!